Московский районный суд города Твери вынес решение о запрете на пользование водой из реки Волга крупнейшему тверскому предприятию «Мелькомбинат». С требованием запрета в суд обратилась Тверская межрайонная природоохранная прокуратура. Однако представители предприятия не согласны с этой позицией. Подробности в нашем сюжете. То, что предприятие «Мелькомбинат» давно пользуется в производственных целях водой из реки Волга – факт известный. «Мелькомбинат» осуществляет забор воды из Волги уже более 70 лет с момента своего основания. И по сравнению с предыдущими разрешительными документами, объем потребляемой воды не увеличился. Заметим, помимо «Мелькомбината», воду из Волги забирает еще ряд крупных тверских предприятий. Но с 2017 года именно «Мелькомбинату» отказано в выдаче разрешения на забор воды из Волги. И, как следствие, не заключен необходимый для такого вида деятельности договор. Девять раз «Мелькомбинат» обращался в Министерство природы и экологии Тверской области за выдачей этого разрешения и заключением договора. Девять раз ему было отказано, на наш взгляд, совершенно по необоснованным причинам. Причем абсурдность некоторых отказов, она очевидна. В настоящее время восьмой и девятый отказ обжалуются в арбитражном суде. Каждый раз указываются совершенно разные причины, которые полностью не повторяют те основания, по которым были предыдущие отказы. Вода необходима предприятию для обеспечения технологического процесса. В частности, для выпуска большого ассортимента макарон для жителей Твери и Тверской области. Сейчас «Мелькомбинат», по словам юриста, находится в процедуре банкротства. Тем не менее, и с учетом этого обстоятельства, и с ситуацией с пандемией, предприятие не сократило ни одного рабочего места. «Мелькомбинат» является добросовестным платежником. За 2019 год «Мелькомбинат» заплатил налогов на 200 миллионов рублей. Это в условиях, повторюсь, банкротства. «Мелькомбинат» продолжает осуществлять свою деятельность добросовестно и не задерживает ни на один день заработную плату. И при таких обстоятельствах, полагаем, что проверке все-таки должно подлежать было основание, законное или незаконное, основание отказа в заборе воды. При этом отсутствие «Мелькомбината» документа, позволяющего осуществлять забор воды из Волги, установила и Тверская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проведенной проверки исполнения законодательства по охране ВОД. Прокуратурой в адрес руководителя предприятия было направлено представление об устранении допущенных нарушений. Однако, установленный законом месячный срок и впоследствии, еще в течение двух месяцев, предприятие не предпринимало каких-либо мер к получению документов. При этом, как было установлено в ходе анализа документации, у предприятия отсутствовало соответствующие договоры на водопользование еще с 2017 года. Прокурор обратился в суд с требованием запретить «Мелькомбинату» осуществлять забор речной воды до получения необходимых документов. В мае исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме. Предприятию запрещено осуществлять добычу воды из реки Волга. Вместе с тем, в настоящее время решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Представители «Мелькомбината» считают, что решение суда необосновано и будут обжаловать его в апелляционной инстанции. О дальнейшем ходе этого дела мы расскажем в наших выпусках. Продолжение следует...